Приветствую вас, и ситуация, конечно, довольно падавая, падавая она потому, что нет никакой возможности изменить вашего отца, не в том возрасте, когда люди вообще меняются, а можно говорить про то, что как бы кто-то ему доказать, это уж тем более. Вы знаете, если говорить именно конкретно про общение с ним, как с ним общаться, то, наверное, здесь нужно исходить из того, чего вы сами для себя вообще хотите. То есть, если вы хотите как-то о нем заботиться, проявляйте эту заботу, не смотря на его реакцию, не ожидая ничего в ответ от него, не надеясь, что он как-то оценит то, что вы делаете. Если вы хотите как-то ему помочь, то сделайте это. Если хотите что-то рассказать, так же расскажите. Если вам нужно чем-то поделиться с ним, поделитесь, но всегда помните, что он слишком сильно погружен в себя, он слишком сильно зациклен на себе, ему ничего, кроме себя, на самом-то деле не нужно. И все ваше общение, если это общение будет, скорее всего принимает односторонний характер, то есть исключительно отношение с вашей стороны. Вот, в принципе, наверное, и все, что можно сказать по поводу общения с ним, потому что без общения это всегда желание двух людей, и если у одного человека этого желания нет, то вряд ли можно построить нормальные отношения вообще. Дело в том, что ваш отец ведет себя как ребенок, а вы ведете себя как взрослый в данном случае. И полагаю, проблема в том, что при такой постановке общения нормальный диалог невозможен в принципе. Тут надо исходить из своих желаний, что вы вообще хотите получить от общения с ним, почему вы хотите общаться с ним, и что лично вам будет из этого, то есть какие у вас ожидания от общения, чего вы хотите. Но, если вы надеетесь как-то его поменять, или что-то ему доказать, то очень рекомендую, или надеюсь, отказаться, потому что слишком взрослый человек ваш отец, чтобы менять свою позицию, и вообще начинать что-то переостренностью. Слишком это, знаете, энергозаправно, стрессово, и в общем-то, стоит по сравнению все, что он делал до этого. То есть, практически нереально. Что касается чувства вины, то с ним нужно, можно и нужно работать, потому что оно у вас вызвано гипертографированным чувством ответственности. То есть, вы берете ответственность, в принципе, за то, что от вас не зависит. То есть, вы берете ответственность за отца, на себя, хотя в действительности понятно, что вы абсолютно ни в чем не виноваты, и сделали все, что можно для того, чтобы как-то отца поддержать, делали и делаете. Поэтому винить вам себя абсолютно не за что, но подробнее, более подробное чувство вины нужно прорабатывать, если оно вам не дает вид, потому что, возможно, именно из-за этого вы хотите общаться с отцом, чтобы это чувство вины экупировать. Понимаете, вот этот фактор, когда человек берет ответственность не за себя, а за другого, он очень показательный. Потому что так человек пытается избежать каких-то своих проблем. А так человек защищается, так человек на самом деле смещает акцент своего внимания не в ту руку. Что касается вашей мамы, то здесь ситуация такова, что она может быть и рада бы поменять свою жизнь, но так же, как и ваш отец считает, что слишком много времени прошло, слишком долго они уже вместе и слишком уже старая она, чтобы менять кардинально свою жизнь. То есть, по сути, ваша мама не то-то бы смирилась, то-то ей нравится так жить, а просто она поставила на себе крест в этом плане. Просто понимает, что если она от него уйдет, ну, будет одна без мужчины, а так какая-никакая семья все-таки есть. Можно сказать, что это возрастная мудрость. Такая вот. Что вот для мамы ее жизни нет, ну, это плата за то, что она не одна. Потому что быть одна, наверное, для нее еще хуже. И вам, если вы хотите помочь своей маме, нужно придумать ей занятия, развлечения, чтобы она как-то отдыхала лучше, чтобы у нее было хобби, может быть, чтобы были какие-то занятия, чтобы она как-то проявляла себя по-другому, нежели чем жена, да, и хозяйка. И вот это вам как раз-таки можно и реально сделать. Найти маме какое-то увлечение, развлечение, чтобы ей было приятно, чтобы ей было хорошо, чтобы она чувствовала себя вот, ну, живущей. Там вот сейчас она, понятное дело, не живет. Вот на этом, думаю, можно закончить. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше, пожалуйста, буду благодарен. Удачи вам!